Приветствую вас, друзья! С вами я, Шевченко Александр и канал Академии Счастья. Сегодня продолжаем наше общение по поводу того, как улучшать свое состояние. Поговорим о том, как быть собой. И на самом деле этот момент кажется довольно простым, но часто он бывает сложным. То есть, почему бывает сложно быть собой? Потому что мы хотим как-то проявиться, но чувствуем, что другой нас не воспримет. Или что общество считает такие действия неправильными. И, соответственно, замыкаемся, подавляем себя. И это приводит к неврозам, к психосоматическим заболеваниям. То есть, то, что мы подавляем, то воздействует на нас. То есть, мы не принимаем что-то в себе, в другом, во вселенной. И это влияет на нас. Соответственно, мы начинаем ухудшать свое состояние сами. То есть, получается, это как процесс самоподавления. Вот недавно у меня было видео о подавлении, где я рассказал о том, как другие люди могут подавлять, да, и как с этим справиться, как распознать. А вот тут, получается, человек сам себя подавляет. И как здесь, получается, справиться. То есть, важно понять, почему вы себя подавляете. То есть, что вы не принимаете в себе и вообще откуда это пошло. То есть, потому что бывают в жизни моменты, да, когда, например, человека наказывали за то, что он что-то делал. И, соответственно, у него потом состояние ухудшилось, и он начал, уже это перестал делать и начал сам себя наказывать. То есть, вот, чувствовали, бывает такое в детстве, да, человека что-то сделал, там, да, он раз его наказали, там, например, сказал какое-то не то слово, его наказали. Пошел без спроса что-то взял, его снова наказали. И потом человек уже боится делать какие-то самостоятельные поступки, потому что ждет, что его накажут. И вот в таком ожидании, на самом деле, находится большинство людей. Некоторым, получается, это справиться, да, и они начинают, бывает, делать, ну, что хотят, да, то есть, несмотря ни на то, что их наказывают, не наказывают. Даже там, что бы с ними ни делали, они все равно делают то, что хотят. Но таких людей не так много, которые могут делать таким образом. Зачастую человек вот подавляется и не может действовать осознанно. Соответственно, в этом состоянии он уже не является самим собой, потому что, ну, как бы, если он боится постоянно наказания, что вот-вот что-то произойдет плохое, соответственно, он в этом ожидании находится и не может действовать уже так, как вот ему бы хотелось. Получается, что цель и способ достижения ее лежит через переосознавание вот этих скрытых мотивов. То есть, вот, когда я, например, провожу человеку исцеление, да, я помогаю ему соприкоснуться с вот этой болью, которая была у него в детстве, да, и вычистить ее, чтобы человек мог вновь действовать осознанно и легко, чтобы он не задумывался о том, что вот у него есть какие-то негативные переживания, да. А когда он их очищает, у него состояние начинает исправляться, и он начинает действовать осознанно и легко. То есть, за счет перепроживания и восприятия, как есть, происходит принятие, принятие самого себя и вот тех случаев, в которых было наказание. Почему? Потому что, когда человек не принимает, это у него повторяется в жизни. То есть, его могут снова наказать, он может снова попасть в сходные обстоятельства, потому что Вселенная, как бы, помогает ему пройти через это, переосознать. А когда человек этот опыт пережил, прошел через него, и он понимает, да, я справился с этим, у меня больше этого нет. Соответственно, его состояние улучшается. То есть, вот таким способом можно действовать, то есть, за счет переосознавания. Теперь более подробнее, как это происходит, да, то есть, я провожу человеку сессию, мы находим те случаи, где у человека были травматические события. Я отправляю его туда, то есть, провожу его, и он переосознает, то есть, как бы, перепроживает этот случай по новой, и у него происходит исцеление. То есть, за счет того, что он один раз прожил, второй, третий, и это состояние у него начинает улучшаться. То есть, вот эти вещи, которые записались у него, постепенно заряд оттуда выходит, и наступает естественным образом принятия. То есть, человеку не нужно повторять, как говорят в аффирмациях, я это принимаю, я это принимаю. Нет, тут дело в другом. Принятие – это естественный процесс, а вот подавленность и непринятие – это как раз процесс неестественный. То есть, когда человек не принимает что-то, соответственно, у него это происходит неестественным образом. То есть, ему сложно находиться в этом состоянии. И для того, чтобы наступило принятие, важно посмотреть, что же это такое и почему это происходит с человеком. И когда он туда углубляется, у него наступает естественным образом процесс принятия, и он начинает осознавать, что, почему, как это произошло, и действует уже на основании этого. То есть у него происходит процесс такого исцеления. То есть исцеление это соответствует целостность. То есть я привожу человека к целостному состоянию, и наступает принятие самого себя, принятие действий других. Вот, соответственно, уходит вот это самоподавление, самобичевание и начинаешь действовать так, как действительно чувствуешь, как правильно. То есть, потому что быть скованным, быть в этом состоянии постоянного психического дисбаланса, это не очень хорошо. Это приводит человек к тому, что он становится, по сути, нервным, невротиком и психотиком. И потом состояние его еще ухудшается, ему уже требуется помощь, ну, кого-то извне, чтобы как-то справляться с жизнью. А тут, на самом деле, человек может делать многие вещи самостоятельно. Я лишь как помощник направляю его, помогаю ему. То есть, моя цель это не то, чтобы сделать что-то за человека, да, а помочь ему с помощью специальной технологии, которая вот называется процессинг или auditing, переосознать те скрытые мотивы, которые у него есть и, соответственно, состояние выправить, то есть, исцелить, помочь ему исцелиться. Вот в этом моя миссия, моя цель. То есть, поэтому давайте сейчас сделаем небольшую такую практику, посмотрим, как это работает, вот, и вы убедитесь, ну, как бы в действенности этого, и потом сможете применять это самостоятельно на ежедневной основе. Вот, сядьте или лягте в удобном для вас месте, чтобы никто не потревожил вас какое-то время. Закройте глаза и создайте пространство для сессии. Напомните это пространство любовью. Ощутите себя в этом пространстве, свое тело в этом пространстве. Вот, и посмотрите, что мешает вам быть собой. Возможно, это какие-то подавления, какие-то старые травмы, какое-то там самобичевание, то есть, что-то, что мешает вам. Вот, ощутите это, посмотрите, как это влияет на вас. И дальше посмотрите, в каких случаях это проявилось. Вот, те случаи, когда вы найдете, да, найдите один случай, вот там, где, допустим, у вас есть какое-то ощущение, там, самобичевание. Посмотрите, да, в каком случае это проявилось и пройдите его, перепроживите один, второй, третий раз. То есть, столько, сколько необходимо, да, и каждый раз делайте это по новой, то есть, в новую единицу времени. Потом найдите более ранний подобный случай, там, где было подобное вот ощущение самобичевания, тоже пройдите его несколько раз. Так проходите, пока вы не ощутите облегчение. То есть, облегчение это, когда вы найдете самый ранний из доступных случаев, где это было, и перепроживете его столько раз, пока это ощущение не уйдет. Вот, когда вы почувствовали, что оно ушло, это как раз правильный момент, чтобы завершить. То есть, вы чувствуете облегчение, у вас наступает переосознание. Вы понимаете, ага, вот это было в моей жизни, потому что... И дальше идет, как бы, понимание. Вот, и такое понимание приводит как раз к исцелению, да, то есть, почему? Ну, то есть, это как конечное явление процесса. И в данном случае на этом можно завершить, потом перейти к следующему, допустим, негативному ощущению, или просто закончить на этом сессию и продолжить ее, например, завтра. Вот, и самое главное, когда вы завершили этот процесс, наполните, опять же, пространство любовью, вот, белым светом, чтобы важно, чтобы в этом пространстве было нечто положительное, да, то есть, вы убрали что-то отрицательное и наполнили его любовью, положительным ощущением. И вот так вы можете действовать, очищать себя, свой ум, разум, свое пространство. Ну, и самое главное, помогать другому, то есть, объединяться в паре и действовать, таким образом помогая друг другу. Я уже занимаюсь процессингом около 20 лет, и сначала, ну, исцелил себя, почему? То есть, мне помогли исцелиться, я обратился, потому что тоже не было какого-либо понимания жизни и то, как правильно с ней справляться. То есть, было какое-то состояние безысходности, употребление различных, там, веществ, просто непонимание того, куда двигаться. Вот, и, соответственно, когда я прошел через это, то я стал понимать жизнь в большей степени. Вот, и сейчас я могу уже действовать более осознанно и помогать другим в этом плане, в увеличении осознанности. То есть, я считаю, что это очень важная цель для каждого. То есть, повышать уровень осознанности свой и помогать в этом другим. Вот, поэтому я и занимаюсь этим. Вот, если это видео вам, друзья, было полезным, то поставьте отметку «нравится», подпишитесь на мой канал, вот, добавляйтесь, друзья, в соцсетях, все мои контакты указаны под этим видео. Включите колокольчик, это напоминание о новых видео, они выходят на моем канале ежедневно. И, конечно, поделитесь этим видео с вашими друзьями. Также в описании есть две моих книги, это «Мир и вечный опознание» и «Полное исцеление». Вы можете их скачать и почитать по ссылкам в описании. Вот, если не получается скачать, то напишите мне, я вышлю вам их в Viber или другим удобным способом. Также, конечно, буду рад вас видеть в друзьях. Вот, в соцсетях добавляйтесь, пишите ваши комментарии под видео. Вот, и, конечно же, я открыт к общению. То есть, если вам необходима бесплатная консультация, то напишите мне, мы проконсультируемся. Ну, то есть, я сделаю консультацию, расскажу об этом подробнее, о том, как можно улучшать ваше состояние. И при желании сделаем потом сессию, где уже вы увидите в действительности, как это работает, и получите свои результаты от сессии. И, соответственно, сможете в большей степени быть собой. Сейчас на экране появится еще парочка видео. Это о том, как изменить судьбу и как практика процессинга счастья. Можете их посмотреть и вот сейчас, после этого видео, применить их в своей жизни. То есть, там тоже ценные и важные данные. Также подписка на мой сайт, подписка на мой канал и мой сайт. Заходите, смотрите, и там тоже достаточно много информации. Я также предоставляю обучение по основам жизни, курс преодоления подъема и спада в жизни и курс достоинства церкви личности. Также на них можно записаться, написав мне в любой соцсети или в вайбере. Поэтому, друзья, пишите. Я буду рад общению с вами. На этом будем на сегодня заканчивать. Я вам желаю счастья, осознанности. Мы увидимся с вами совсем скоро в следующем видео. Напомню, меня зовут Шевченко Александр. Это канал Академии Счастья. До скорой встречи, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok